всем привет друзья вот такая вот тема тут совсем недавно меня все взялись бурно значит обвинять что ж я так нападаю то на карате как-то не скрипоносненько и не патриотичненько так карате мне дало все я мол адепт каратэ там от ногтей на младых все как бы все что взял из каратэ а тут теперь вот такой вот переметнулся в ммк накатываю бочку там на каратэ там типа но плохое там все такое прочее вот ощущение такое что люди хотят слышать только то что хотят слышать вот что они все сами выдумали и все как в свое время не помню кто писал святаева там или не помню кто но какое какая-то поэтесса она значит говорила следующее мы любим тех с кем нравимся себе вот с кем мы себе нравимся вот те люди хорошие и поэтому когда мы друг другу что-то говорим и и находим полное такое как бы понимание хвалим друг друга там да ты занимаешься когда я тоже да а вот они дураки ммэй занимаются вот это вот они казалось да вот и вот поэтому мы такие хорошие мы друг другу нравимся мы друг друга поддерживаем а все остальные ему дачу вот тип вот так это выглядит так вот ребята хочу сказать а мне нравятся не только те с кем я себя нравлюсь не только больше того скажу да я критикую но тартадокс но мне в это вовсе не значит что мне не нравится что они делают я говорю я много раз мне приводил пример тех людей которые мне очень не нравятся в ортодоксальном карате мне нравится понасюк мне нравится рыбин мне нравится коровин но как они делают мне нравится многие мастера тот же самый хигаона мне нравится все что они делают мне нравится очень мне не нравится другое мне не нравится то когда люди начинают говорить что то чем они занимаются вот это вот только вот она вот и есть самое то что не на есть вот это вот мне не нравится И не нравится то, что считается, что это вот все, это предел совершенства Что вот дальше не надо ничего менять, надо осваивать то, что есть И ничего не надо выдумывать нового, ничего не надо дополнять Надо хотя бы быть такими, как были те, кто были до нас Вот это мне не нравится Я критикую ортодоксальный подход, а не то, что делают Хорошая, выполненная техника Мне нравится Мне нравится, когда делают классно ката Будь они из ортодоксальный, вообще нравится Мне нравится, например, Рю Рей Рю Очень мне нравится Или это Рю 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 Рей Рю Вот, откуда Цугуо Сакумото Как он делал ката, да никто так вообще не делал Я, можно сказать, в свое время заболел ката давным-давно Когда увидел, как ката делает он Я сказал тогда, я хочу делать ката, как делает этот сам человек Потому что мне было абсолютно понятно, что вот это вот великий мастер Только потому, как он ката делал, уже было понятно, что мастер величайший И вот поэтому, вот мне это все это нравится Мне не нравится то, что идет замыкание внутри себя Когда люди варятся в собственном соку И они в нем закисают И когда кто-то говорит, что вот надо, вот можно отсюда взять, отсюда взять Потому что тренды и сама жизнь диктует то, что возникает интеграция Как бы нам это не нравилось Нравится нам Или не нравится От этого не уйти Ну не нравится, например, то, что вирусы постоянно модифицируются Нам это не нравится Но это вовсе не значит, что мы не должны изобретать новые вакцины В связи с тем, что вирусы именно модифицируются Нет, давайте будем делать все то же самое, что делали раньше Усилим дозировки вакцин Усилим действия каких-то препаратов, которые были раньше Просто мы ими вот недолечивались Надо и над ним Нет, надо и новые изобретать, понимаете Когда сама жизнь диктует изменения Надо быть в тренде жизни Есть такая штука, как эволюция Она затрагивает абсолютно все аспекты жизни И биологический аспект, и социальный Эволюционируют все И существа, и системы, виды, подвиды этих систем И животные виды Все, то есть все меняется, понимаете И боевые системы тоже подвержены изменениям Ни одна традиционная боевая система не сохранила себя в изначальном виде Даже то, что сейчас считается ортодоксальным Это уже очень видоизмененное от того, что было в самом начале И самое важное, что эти изменения всегда способствовали улучшению Неизменно Потому что, наверное, ни один адепт, предположим, того же самого окинавского Годжурю Не будет возражать против того, что, скорее всего, наверное, Хигаона Море Хигаона Гораздо лучше, чем его учителя-предшественники Ну, а иначе глупо было бы Как бы, да? Например, Хигаона хуже, чем его предшественники А его предшественники хуже, чем их предшественники Значит, это что такое? Стиль-то деградирует, значит Скорее всего, все наоборот То есть каждый последователь в чем-то превосходит учителя своего, да? В чем-то превосходит Если он его просто повторит, то он его не превзойдет Если он его превосходит, значит, он вносит какие-то свои нюансы и изменения в то, что делает Понимаете? И, конечно, возникают новые методы тренировки Какие-то новые аспекты, подходы Подходы, в том числе, к стратегии и тактике поединка Все изменяется И все это выглядит уже совсем не так, как было Поэтому мне нравится карате Я карате занимаюсь и бросать им заниматься Вовсе не собираюсь Занимаюсь я фудокан карате Это стиль, то есть вот всеми стилями карате заниматься смысла нет Это, наверное, точно Брать какие-то элементы, безусловно, имеет смысл Если они доказывают свою реальную состоятельность Понимаете? Если в этом какой-то есть рациональный смысл Если мы не вносим в боевое искусство смысл такой, что лишь бы чем только не заниматься Лишь бы затрахаться, что называется Тогда, конечно, можно делать какие-то фигуры высшего пилотажа Кренделя наворачивать, которые не имеют никакого прикладного смысла Но довольно сложны в исполнении и развивают всестороннее тело По такому принципу пошли многие школы спортивного и просто оздоровительного, скажем так, ушу Вот они А в ключе в таком работают Точно в таком же ключе работают и многие виды карате И, собственно говоря, в этом ничего плохого нет Потому что, между прочим, это все очень легко может сочетаться И с реальными прикладными, и реальными прикладными И военизированными боевыми искусствами Очень даже запросто То есть, человек, который занимается, предположим, ортодоксальным стилем карате Или спортивным карате Выступает в ВКФ Он очень даже запросто может заниматься и тем же самым ММА На базе своего основного направления Просто интегрируя какие-то методы, подходы, что-то еще Накладывая одно на другое Предположим, можно наложить какие-то элементы, стратегии и тактики Ведения поединка в карате На бой в ММА То есть, предположим, если человек является базовым каратекой Из стиля шотокан, например То его основной ключ будет, безусловно В работе на ногах На большой дистанции Большая скорость входа При технике рук И хорошие контратаки ногами на нототходе Верхний уровень, как правило Это вот типичный будет представитель шотокан Если это будет представитель Годжурю Это будет работа на средней дистанции, прежде всего На короткой представителю Годжурю Не владеющему борьбой будет очень тяжело Это проблематично будет Вот Где Гудит Вот Если это боксер, опять же, понятно, какая стратегия будет для него То есть, понимаете, берется как бы То есть, какой-то ключевой надоспект Но кто-то скажет Ну как же, вот совсем недавно Михаил говорил о том, что ММА Сформировавшееся полностью направление Да сформировавшееся, сформировавшееся Абсолютно Это я говорю о тех, кто Хочет заниматься Не на ТММА в чистом виде А кому нравится карате, как оно есть Я рассказываю, как сделать его Действительно таким видом Который может противостоять любому направлению Боевых искусств А не только замыкаться В собственном направлении или стиле Вот если человек хочет заниматься карате Но хочет реально побеждать Выступая на соревнованиях, где разрешено все То придется Придется обязательно Вносить изменения В методику подготовки То есть, интеграция должна присутствовать Будет обязательно И никто не будет ему мешать Делать его любимые каты, кихон Кихон и пон кумите, дзью кумите Какие-то элементы, бункай тренировать Пожалуйста Это все только поможет Если это будет интегрировано В общей практике подготовки С другими направлениями И с другими подходами Когда это все работает Против адептов других боевых искусств Вот в таком ключе, да А когда мы говорим Не, мы будем работать Вот только у себя Внутри своей школы, что называется Ну так, ребят Нельзя научиться защищаться Против бойца, предположим Того же Бокса Как бы хорошо Нет, вы можете попробовать Атаковать его То есть, понимаете Чтобы работать в своем ключе Вы можете только атаковать То есть, если вы хотите Не менять ничего В процессе своей подготовки И побеждать только своим стилем Да, только своим стилем и направлением То ваш ключ к успеху Это, ну, значит, атака То есть, если вы начинаете атаковать То у вас есть вполне вероятность Такая, что вы победите Именно с помощью того Что делать умеете хорошо Например, боец СМ-каратэ Может на большой дистанции Выполнить быстрый вход Молниеносный Атаку Нанести удар в челюсть И все Бойцу любого системы Любого направления И выиграть этим поединок Да Но если все случилось иначе И атаку начал, например, боксер Который вышел на удобную для себя дистанцию То все Ничего у бойца каратэ уже не получится Он Почти со стопроцентной вероятностью Не сумеет Применить ни одну из тех самозащит Которые он нарабатывал Потому что все защиты каратэ Нарабатываются в аспекте Против такого же адепта Выполняющего примерно Такую же технику Которой владеет он сам Это железное правило С этим можно Хотите спорить Хотите, хотите, нет, но это бесполезный спор Этот спор заканчивается сразу Как только Начинаются какие-то межстилевые конфликты То есть, когда Людей сводят в одном зале И говорят Давайте И вот когда говорят Что побеждает Прежде всего Не Видь единоборства А боец Правильно Боец Знаете, какой боец побеждает? Который умеет Навязать Свою манеру боя То есть А в чем заключается Навязывание манеры боя? То, что он в какой-то момент Перехватывая инициативу Начинает сам атаковать То есть Он начинает реализовать Реализовывать Те способы Те способы Те приемы Те Атаки Которыми хорошо Владеет А его Оппонент И не владеет И соответственно Эти техники Пропускает Потому что Не готов Защищаться Вот кто Сумеет Навязать То, что он Будет атаковать Постоянно Тот и будет Обязательно выигрывать Защищающийся Обязательно Проиграет Если не владеет Методами защиты Против Того Того вида Боевых искусств Которым он имеет В данный момент Дело Поэтому Здесь побеждает Действительно Боец Тот боец Который более опытный У него Скорее всего Получается Применить Свою технику В атаке Вот и все Как он это делает Ну Просто он это делает Например Для каратэки Что важно Если его начинает Атаковать Предположим Боец Ну это боксер Не очень опытный Который не умеет Хорошо двигаться На ногах Плохо сокращать дистанцию То боец Каратэ выскакивает На нужную Для себя дистанцию И ведет Оттуда Поединок дальше То есть Не пускает Оппонента На нужную Дистанцию Для себя И сам идет С дальней Дистанции Но если Это хороший боксер Который умеет Работать И с длиннорукими Бойцами Сталкивался И с любыми То он вот Как типа Майк Тайсон У него все Оппоненты были У них руки Были Как у Гиббонов Блин Майка Тайсона Коротенькие Ручонки По сравнению С С ними Всеми были С кем ему Приходилось биться Потому что он был Самый маленький По росту И он умел Сокращать Дистанцию И уходить на ногах Мгновенно Молниеносно И все получалось Он так же Вошел бы И с любым Другим бойцом Если бы ему удалось Это сделать Все Шансов Там вообще Никаких нет Как например Бойцы с оружием Да Ведут Самые поединок Против бойца У которого Оружие длинное Они пытаются Дистанцию сократить Лишив Оппонента Преимущество Длинного Оружия Ну правда Бойцы Которые владеют Длинным оружием Они умеют Бить И на коротке Длинным оружием И с отходом И так далее Но тем не менее Основная Стратегия К тому и сводится То есть Мы находимся Либо на очень большой дистанции И не даем себя бить Но в таком случае Мы и сами не можем Ни атаковать Ни контратаковать Либо мы должны Дистанцию сократить Чтобы боец С длинным оружием Не мог воспользоваться им А мы могли Воспользоваться нашим Да Ну коротким например Или вообще При бою без оружия Вот и здесь Та же самая вещь Да Выигрывает боец Я еще раз говорю Который Реализует то Что у него наработано Вот Но если Встречаются бойцы С равными характеристиками Я говорю То У них запросто Может получиться так Что первые Как бы Там атаку проводит один Если второму Удается защититься То он перехватывает Инициативу И начинает атаку сам И у кого это обычно получается Да кто готов Защищаться Например Если боец Самчистый каратист Освоит На средней и на ближней Самке дистанции Способ защиты От боксерской Хорошей связки И комбинаторики Сумеет Сделать несколько Подставок Нырок И выскочить На свою дистанцию То дальше Он уже может Выполнять свою технику То есть Он может на этом Перехватить инициативу Если же он этого делать Не умеет То все Если к нему Боксер Прилип Что называется Он его не отпустит Вот в этом Вся и суть Поэтому можно Заниматься Каким угодно Видом Вы можете Любить Там не знаю Там каратэ Любить ушу Любить бокс Но в то же время Практиковать Интегрированные Виды боевых искусств Такие как ММА Реализуя В ММА Все то самое лучшее Что у вас Она работана В вашем виде Боевое искусство Но Замыкаться Чисто Селективно В одном виде И считать Что благодаря ему Можно побеждать Всех и вся Это ошибка Я думаю Что я Сумел объяснить Свою точку зрения Если она у вас Отличается То пожалуйста Жду комментариев И так далее А я буду каратэ Заниматься Мне каратэ нравится Я обожаю каратэ И ката я очень люблю Я от ката Просто фанатирую Для меня это Для меня это Высший пилотаж Вообще Ката Я люблю Тех людей Которые делают Ката Обожаю Вот Ну что друзья Все На этом я закончил Жду ваших ответов Комментариев Ваших мыслей Будет очень интересно Салют Комментариев Комментариев Нет Блин Нев Sung Т Ваши Hans Пиша